Добрый вечер еще раз. У нас с вами сегодня потрясающий, конечно, персонаж, Александр Грин. И я как-то вчера погрузился в размышления на странную тему. Но я часто погружаюсь в размышления на такие странные темы, когда речь идет о русской литературе. Ну, то есть я подумал. Очень много придется рассказывать о том, как Грин пил. Является ли алкоголизм Александра Грина такой существенной частью его творчества и его биографии? А пил он вполне мог бы составить конкуренцию Сергею Несенину и Александру Куприну. Безусловно. И, понимаете, понял, что да, это абсолютно неотъемлемая часть всего того прекрасного, что сделал Грин. Вот как это не парадоксально. Это не пропаганда, никакая алкоголизма. Он мучился от этого невероятно. Просто страшно. У нас не работает? Да, не работает. Сейчас я подвину. Вот, он мучился от этого страшно. И вообще, надо сказать, что, конечно, сама история, биография Александра Гринемского. Блин, это псевдоним. Ну, уже какой-то, кажется, готовый материал для какого-то остросюжетного фильма с элементами, ну, я даже не знаю, научной фантастики, киберпанка. Вот, обязательно киберпанк, он ненавидел самолеты. Ну, такой минус киберпанка. Вот, и все технические изобретения. Какого-то фантастического реализма. Он сделал ведь то, что... Знаете, мы, когда были мальчишками, студентами, мечтали сделать сонарку. Но, надо сказать, именно тогда я Грин мало знал. То есть, я читал, конечно, новые паруса, там, «Бегущие по волнам», «Дорога никуда». Это все был такой обязательный круг детского чтения, школьного. Но я мало о нем знал, как о человеке, практически ничего. И мы все мечтали... Ну, самара есть самара, да, вы понимаете? Мне сказали, что в субботу перекрывают улицы, потому что будут праздновать годовщину чемпионата мира футбола. Ну, в этом сказано все. Понимаете, в этом сказано все. Это главное, что случилось с нашим городом за последние несколько столетий. Вот. Здесь на площади смотрели финал чемпионата мира футбола. И ради этого будет карнавальное шествие. Вот все у нас... Ну, это очень забавно. Можно по-разному на это смотреть. Можно сатирически, можно даже с симпатией. Но понятно, что город у нас специфический, в нем мало что происходило. И мы хотели придумать ему какую-то воображаемую биографию. Какие-то улицы придумать, которых нет, чтобы их искать жителей города Куйбышева. Какие-то мосты придумать, какие-то авантюрные истории, происходящие в Потемельях, например, или на крыше города Самара. Превратить его в Буэнос-Айрес. А по аналогии, когда я уже работал на телевидении, я, значит, с своим другом Андрюшей Волковым делал передачи. Я говорю, слушай, давай сделаем о фазбиндере в Самаре. Передачу. Он говорит, ну фазбиндер же не был в Самаре никогда. Я говорю, так в этом-то все и дело. Я говорю, ну придумаем фазбиндер в Самаре. Сочиним все это. Ну вот он все это сделал реально. Понимаете? Он все это сделал реально. И он, ну как, в Советском Союзе, ну в Советской, да, в Советской Республике сначала. Он взял и придумал свою Гренландию, особенную страну. Преобразовал некие реально существующие города. Ну, например, Севастополь, это Зурбаган. Гурзуф, это Гильгию. Некоторые, правда, спорят, считают, что Гильгию это Севастополь. Но, по-моему, это Гурзуф. А спорят как раз потому, что эти города где-то узнаваемы, где-то неузнаваемы. И он действовал по тому же принципу, по которому хотели действовать мы, когда были мальчишками. Ну, то есть, да, ну есть же ведь какая-то возможность, правда, что здесь есть несколько улиц, о которых никто не знает, и все там самое интересное происходит. Какая-то же есть, да, если... Вот. Но вот он тоже, понимаете, он брал... Вот Шковский писал, что, да, Севастополь – город чудесный. Он себя всех потрясал тем, что горел неоднократно, не сгорел. Вот. Москва горела и сгорела, а Севастополь горела и не сгорела. Я вот про это ничего не могу сказать, я вам по-школскому. Вот. И вот эти вот какие-то волшебные возможности из каких-то мест этот человек извлекал. При этом, понимаете, ну как, он... Я не очень люблю Аллы Паруса, я, честно скажу, не тот Грин, которого я люблю. Ну, потому что слава Грина пришлась на моё детство. Он же не был никому известен особенно. Ну, то есть, вот я там, я говорю, что я шестидесятник. Вот. Ну, то есть, я 63-го года, 68-й, 69-й я как-то помню. И я помню уже вот эти какие-то всё были. Ну, это, гостиницы Аллы Паруса, турбазы Аллы Паруса, балеты Аллы Паруса, рестораны Аллы Паруса, сплошные Аллы Паруса. Вот. Ну, что, деться было совершенно некуда. Ну, он, наверное, был бы недоволен этим. Потому что вот последние, там, лет 10, наверное, может быть и больше, в Аллы Паруса всё больше и больше находят литературу лета и филологи. Христианские мотивы, да, и показывают, что эта феерия, она с двойным-тройным дном. Что она не так проста, как нам кажется. Но мы-то про это ничего не знали совершенно. Нас раздражало, да, мы были молодые. Вот это вот, сплошные Аллы Паруса. Это был какой-то символ просто вот Советского Союза. Вот. Чуть что это Аллы Паруса. И я помню, что когда-то хотел обидеть девушку, ну, после того, как она тебя обидела, ты должен был ей сказать, что ну, ты, наверное, хочешь, чтобы вот это были Аллы Паруса. Ну, есть, вот ресторан, вот, вот это базовый Паруса, коток Аллы Паруса, понимаете, вот, автомойка Аллы Паруса, нет, автомойки не было. Ну, что-то всё называлось Аллы Парусами. Ну, сейчас у нас в пензоколонке Роза Мира. Ну, вообще, куда же дальше-то? А вот, а тогда всё было, значит, Аллы Паруса. И я сразу, пока не забыл, а то потом забуду, и мне будет обидно и насадно. Грин связан с Самарой. Самым непосредственным образом. Из ссылки он сбежал сюда. Об этом жителям Самары неизвестно. А отсюда в Сараток. Но сначала сюда. Он бежал сюда. И, конечно, ну, что там говорить. Человек был какой-то несчастнейший. Да? У него есть рассказ потрясающий. Потом, вот, когда человек выходит из дома. Это очень гриманский рассказ. С ним постоянно такой был. Он выходит из дома. А я не помню, зачем. В анекдоте, это там, где мусор выбрасывают. Человек исчезает на несколько лет. А здесь он то ли с сигаретами вышел, то ли еще зачем-то. Персонаж Грин. Потом, как-то неудобно было возвращаться. Чуть-то он где-то задержался. Вот. Ну, думает, утром вернусь. Утром встал, что-то тоже как-то, какая-то затея. Надо было идти то ли за вином, то ли еще куда-то. Короче говоря, он больше не вернулся никому. Это абсолютно гриманский сюжет. Это сюжет бегств, побегов, изгнаний, поисков, кого-то угла, где можно было жить. Охота за червонцами. Он был великим мастером, это он так называл. Вот. Когда из Феодосии, например, уже встретилась с женой, он поет за червонцами, охотится. Был непревзойденным мастером этого дела. Просто непревзойденным. Но его выгнали из гимназии, его выгнали за литературу, хотя он не собирался быть литератором. Он написал стихотворение «Собрание насекомых». Это были учителя гимназии. Они все были узнаваемы. Каждый из них был одним из насекомых. В принципе, не только учитель русского языка и литературы, но и какие-то ботаники могут поставить грину отлично. Но вместо этого его выгнали. От него все хотели избавиться. Отец хотел избавиться, потому что он его отзыв был. Он отдал ее в худшее училище. В худшее училище в городе Вятка. Он понимает, что Бельбью из Урбаган должен был придумать человек из Вятки. Но Вятка – это еще более приключенческий город, чем Самар. И он всю жизнь будет бежать из Вятки первую к твоему жизни. И понур возвращаться в Вятку. Наверное, до какого-то момента не отпускал. Он был приговорен к Вятке. Худшее училище. Это училище девушки обходили. Там он научился всему дурному. Вот чему можно было научиться. Лгать, свернословить, воровать. В общем, все, что угодно. Все освоил. Будущий писатель. И, понимаете, он работал, ну, кем только не работал. Кем он только не был. И он все делал плохо. Вот это удивительно был человек. Он все делал плохо. Вот за что бы ни взялся, сделай плохо. Или очень плохо. И вот он переходил от профессии к профессии. И делал любую, любое дело, все хуже и хуже. А отец решил от него избавиться. Дал им 25 рублей. Грин указал, что это огромные деньги. Он поехал, конечно, в Одессу. Потому что, конечно, хотелось наняться на корабль. Стать моряком. И уплыть подальше от всего, вот от этого. Но тут проявилось вот одно из основных качеств будущего. Писателя. Деньги он тратить не умеет. Ну, то есть в Одессе он выпивал, покупал апельсины. Деньги транжирил. Они кончились. И дальше есть такой анекдот. Я не знаю, правда это или нет, но на Грин очень похоже. Он встретил своего знакомого. И чуть даже не знакомого своего отца. И сказал, что сейчас пойдем на железную дорогу. Я положу палец на рельс. Проедет поезд и отрежет палец. А ты не за это даже что. Знакомый убежал в ужасе. Он просто убежал в ужасе. Понимаете? Но это очень, так сказать, гриновский поступок. Он вообще, надо сказать, очень любил сочинять истории во вред себе. Я очень мало знаю таких людей. Ну, в ссылке, например, было жаркое лето, были пожары. Он зачем-то, им не нравились соседи, распространил слух, что он поджигает дома. Ну, вы понимаете, возненавиделец и окружающий. То есть, в нем был вот этот вызов. Да, и вызов иногда с какой-то, это очень важно, с какой-то мрачной стороной. Вот. Я бы сказал, какой-то мрачной черной иронией. Есть эпизод, который мне очень нравится, понимаете, в литературном смысле этого слова. Когда он едет на извозчике, доезжает до нужного ему места, стоимость проезда 29 копеек. Он дает 29 копеек, отходит, доставит из кармана серебряный рубль, показывает извозчику. Тут, разенав рот, смотрит на эту рубль и бросает эту рубль куда-то в кусты. Извозчик начнет материться страшно. Гринт счастливый год. Вот это, понимаете, это какое-то у него было совершенно поразительное, вот это свойство. То есть, в нем очень мощным было такое бунтарское начало. Оно окрашивалось совершенно в разной краске. То есть, надо было все делать с вызовом, особенно по молодости. Не получалось ведь. Это его описывали, это ведь как, да, Куприм написал, у него лицо к карточникам. У него действительно лицо к карточникам. У него рост, да, метр семьдесят семь. Его все описывают высоким. Да? Высоким. Первое правило – не подчиняться диктатной эпохе. Не стелиться под подошвами современности. Ни в коем случае. К Волошину приезжал в Кахтебель, ходил в пальто, в жару. Выходил на пляж, где купались вот эти вот полуобнаженные нимфы русской литературы. А также у него вот сатиры русской литературы. Ну и ангелы русской литературы, конечно. Ходил одетый тепло в пальто и раздевался в шляпе. Все, конечно, смотрели немножко. А что ждать от такого человека, который себя так ведет? Хоть они литераторы, люди с фантазией, все понимают. И они понимают, что такое образ, что такое держать этот образ. Но все равно, Грин как-то это делал. Было в этом нечто угрожающее. Понимаете? И он будет совершать бесконечные побеги. Бесконечные побеги. Для него заведут уголовное дело. Он будет торговать краденым. Неизвестно мне, сам ли он воровал, просто перепродавал краденое. Отец опять в ужасе устроит его в армию. Понимаете? Он там полгода пробовал, совершил два побега. И, значит, первый раз ушел двое суток возле Камышина, бродил. Второй раз ушел к СССР. Причем ушел, значит, три месяца из шести, что он был в армии, провел в карцере. Блохо? Ровно половину срока. И два побега успел совершить. Второй, последний. Ушел за красками. Надо было рисовать суворовские лозунги. Ну, пропаганда была всегда. Там, воевательное число малоумеения. Ну, что-нибудь такое. Я даже не помню, это суворов или нет. Какие-то лозунги я помню из детства. Вот. И ушел, не вернулся. Ушел, не вернулся. И ушел к СССР. И с СССРами, так сказать, они его тоже будут пробовать на разные специальности. А их две. Бомбист. Ну, бомбу бросать, наверное. И пропагандист. Он, конечно, скажет, что он бомбист. Вот. Его будут готовить к террористическому акту. Спросят, а человек, ты сможешь убить? Ну, конечно. Конечно. Вот. Но когда подошло дело к террористическому акту, он как-то понял, что нет. Что не может. И его сделали пропагандистами. Он стал пропагандировать в Питере там, значит, стрельматросов. Его посадили. Посадили на два года. За два года он, значит, дважды бежал. Причем бежал по канону приключенческой литературы. Все это, все, как вот у Дюма. Вот. Значит, или у любимого его Эдгара По. Ну, около смеси Дюма Эдгара По. То есть, первый раз он бежал по простыням. Ну, конечно, надо было по простыням спуститься. Причем там, значит, он бежал, а его должна была девушка под парусом ждать. СРК. Вот. СРК. Влюбленная СРК под парусом тебя ждет. Ты по простыням спускаешься. Вот. И вы должны уплыть. Поймали. Значит, второй раз он бежал под кок. Под кок Граф Монте-Кристо. Ну, что вы думаете? Вот. Он начал копать подземный ход для того, чтобы уйти из тюрьмы. А был в одиночке. Там пережил, ну, невероятное совершенно чувство одиночества. Какого-то бессилия. Отчаяния, невыносимости жизни. Бился головой о стену. Ну, а вот это вот, да, этот вызов, он все время был в нем. А были такие арестантские нелесты. Ну, женщины приходили к арестантам. Девушки молоденькие, вот, сердобольные, милосердные, неиспорченные. Ну, приходили к арестантам, что-то им приносили, что-то стирали. Вот. И в одну из них он влюбился. И первый раз поцеловал ее на глазах у надзирателя. Вот. В губы. Она, наверное, еще с ума не сошла. Вот. Представьте, это лицо каторжника. Вот. Который целовал и смотрел на надзирателя. Вот так мы. Вот. Вот, зная вот наши. Да. Вот так поступают. Понимаете, это что-то совершенно... Совершенно удивительно. И в тюрьме же и писать начал. Он написал первый рассказ. Сокамерники пришли в Москву. Вот. Но это были рассказы. Это был еще не тот Грин. Это все были рассказы на революционную тематику. Понимаете, сбежал из психиатрической больницы. Причем он не сбежал, а он ушел из нее просто пройтись. Он также вот вышел пройтись, вернулся через месяц. Вернулся через месяц, где-то пил, вот, где-то жил, чем-то был занят. Через месяц вернулся. Доктор его выгнал, сказал, да что, с ума сошли, как мне вас лечить-то? Вы завтра опять уйдете, пройдете через месяц. Вот. И так далее. И вот это бесконечная какая-то серия побегов. Да. Жизнь организована, как такой авантюрный роман. А он это великолепно все знал. И, понимаете, там в первую свою, ну не в первую, там, в свою подругу, в СССР-ку будет стрелять из пистолета. Она сказала, что ему пора расстаться. Он взял пистолет и выстрел в нее. Ранил. Он ее ранил. Вызвали полицию. Она, хотели вызвать полицию. Она упросила, чтобы не называли. А вот. И он ушел. Сбежал. Видите, это какая-то... Вот. Это вот такая жизнь была у человека. И когда он уже был известным писателем, это все равно были бесконечные блуждания. Бесконечные. Понимаете? Мучительнейшие. Он ничего не мог с собой поделать. В конце жизни он просил друзей, чтобы вот если он вышел из дома, просто, он вышел туда, там, он пошел, там, в Питере. Например, в магазин купить папиросу, чтобы его сопровождали. Потому что если его не будут сопровождать, он исчезнет. Понимаете? Он исчезнет. Он куда-то уйдет. Он напьется. Он будет лежать в Канаре. Он будет находиться вообще неизвестно где. И это такая вот, понимаете, жизнь. В 52 года. При этом человек написал какое-то количество романов свое, блистательные навелы. И его первая жена будет говорить, да, что есть два грима, она будет говорить, два. Один тот, который пишет, и этот принципиальный точно знает, что ему нужен мастерский, абсолютно чувствующий мир. Шкловского, который в ту пору был знаменитым человеком, уже был знаменитым человеком. Кстати, Шкловский в Самаре будет прятаться в психиатрической больнице, прямо, значит, притворяясь сумасшедшим. Это явно так просто знание о Самаре, чтобы у нас были более полные. И мы не считали, что в этом городе ничего не происходит. Здесь выдающиеся писатели, ученые скрывались, убегая из ссылки, попутно распространяя слух, что дома поджигают они. Здесь они прятались в психиатрических больницах от чекистов. И так далее. Просто та часть истории Самары, которую мы не знаем. И Шкловский, да. А что это? А, они стоят, это Шкловский описывает. Верь к нему их. И это вот эта эпоха, меня в этом очерке Шкловского поразило то, чего я не знал. Я точно помню, что я это узнал из этого очерка. Был 1905 год, время неспокойное, революция, уничные бои, и все пили брома. И как последствия брома теряли память. Представляете, сколько они его пили? И город был наводнен людьми, потерявшими память. Какой образ вообще потрясающий. Ходят люди, которые ничего не помнят. Они пили брома для того, чтобы как-то успокоить себя. Это о том, что такое революция, говорит лучше, чем сотни страниц какой-нибудь прозы второстепенной, даже первостепенной. И вот они стоят, вокруг ходят вот такие вот люди. И Грин ему говорит, а какого цвета лед? А ледоход? Школский раздумывает, он говорит, да не думайте, желтого. Нужно ощупывать вещи. Ощупывать, видеть ее настоящий цвет. А небо сейчас такое. Вообще надо... И он начинает дальше говоришь. Глубски его слушает. Просто, так сказать, взошел. Вдруг понимаешь, что это человек, который, возможно, до этого неделю где-то пил. Понимаете? Валялся. Я не знаю, что с ним было. Понимаете? Что с ним было? Потому что его третья жена, его ангел-хранитель, удивительная совершенно женщина. Поразительная. Вот. Да если бы не она, мы многих шедевров Грин просто не увидели. А она, когда с ним ездила в Петербург, когда он находился за червонцами, то очень важно было, что вот если она его доведет до кровати, доведет, посидит, он уснет. Он уснет, и все будет нормально. А когда ее селили в другой комнате, или она не ехала, она знала, что будет. Сейчас придет Грин, всех разбуй. Допустим, писательское общежитие. Всех разбуй, и начнутся неприятности. Неприятности могли быть самым разным масштабом. Понимаете? Вот это человек, который, да, написал Аллы Бруссов. Ну, бездна истории, так же, как Айсенник. Бездна совершенно истории самых разноречивых. Но я, может быть, какие-то самые интересные расскажу. Там потрясающая была история, когда Бунина потрясся. Они сидели в каком-то ресторане. А у Бунина, если вы помните, я вам рассказывал, было тоже два периода. Деревенский и городской. Пускай деревенский, он бросал не просто пить, воду пить бросал, и есть бросал. Он переходил в абсолютно аскетический образ жизни, и только писал. А городской период, он приезжал, общался с друзьями, ходили в рестораны, выпивали, были какие-то любовные истории, там, все на свете. И вот такой городской период, вот вместе Бунин и Грин. И оба наблюдают за тем, как, ну, как, знаете, вот люди смеются над слабыми, да, над нелепыми людьми. Был какой-то вот такой нелепый человек. Вот Акаки Акакевич Башмачкин, да, и ему делают ерш. Причем там ерш какого-то смертельного совершенно, значит, там водка, коньяк, лимонад, шампанское, сто капель валерьяны, вот, и вообще они туда налили практически все. И Грин встал и сказал, вот если этот человек сейчас выпьет вот этот ерш, случится две вещи. Ну, во-первых, он умрет. Но он умрет чуть позже. А сначала с ним случится конфуз. А здесь дама. Он сделал паузу и Бунин посмотрел на него как бы молодец, благородный человек. После этого Грин взял этот стакан, молча его выпал и сел. И дальше вот вечеринка закончилась, потому что все смотрели, умрет или не умрет. Вот, Грин. Ну, появилась более интересная тема, чем все остальное. Все перестали ухаживать за этими дамами, которых мог смутить конфуз. Вот, вот, потому что все стали вот, да, вот сейчас умрет или не умрет. Он не мог говорить. Вот столько они перца туда насыпали. И он просто показывал пальцем, что ему дать, чем закусить. Он показывал, сколько масла, вот, значит, намазаться на хлеб, сколько чего. Вот всем этим закусил. Понимал человек. Разбирался, понимаете. Разбирался. И вот именно этот же человек, этот же человек, который вот будет иметь эту, да, не только первую часть натуры, по словам жены, то есть, да, мастер литературного слова, человек абсолютно знающий, понимающий, что он делает в литературе. Но и вторую часть натуры, да, житейско-бытового. То есть человек, который никогда не знает, вернется ли он в то место, откуда он ушел. Человек, вообще не отвечающий за свои слова, за поступки, с какого-то момента себя вообще не контролирующий совершенно. У них будет тяжба, понимаете, тяжба. Нужно было прийти на суд трезвым, всего-навсего. Понимаете, у них была возможность выиграть. Он осудился с таким издателем, Вольфсом, по-моему, была его фамилия, ну, который пообещал столько томов выпустить, выпустил меньше, на хорошей бумаге выпустил на плохой, с хорошими иллюстрациями, там, плохими. А главное, самое ужасное было, что все права были у него, Гринк писал такую бумагу. То есть он мог получать деньги в какой-то момент только за новые произведения. А вот как раз новые произведения к этому моменту были ненужны, ну, потому что, вообще, год великого перелома, да, там, 29-й год, Гринк пишет роман, который называется «Дорога никуда». Ну, это как вообще, само название вообще не прохладное, как это «Дорога никуда». Что это вообще такое? И потом он обладал этим удивительным свойством, он перед смертью будет исповедовать священника и попросит его простить всем своим врагам. И Гринк спросит, «Вы большевиков, что ли, имеете в виду?» «Да я их никогда не ненавидел». Я всегда был к ним абсолютно равнодушен. Понимаете? Он был к ним абсолютно равнодушен. Когда был СССР, он их раскусил. Но если я забуду рассказать, что именно он раскусил, он мне потом на комнате. Понимаете, это было что-то поразительное. К юбилею революции всех писателей попросили написать, какой будет жизнь в советской стране, там, в будущем, в прекрасном будущем. Понимаете? И все там писали, что это будут там дворцы, карнавалы в честь годовщины чемпионата мира. Еще что-то прекрасное. Салюты. Салюты. Нищие люди будут идти на салюты, потому что это важно. Самое важное в жизни. Потому что они что-то строят великое и большое. Сейчас просто строят салюты в ходу. А тогда, потому что это символизирование что-то важное и большое. Грин песок. Будущее там, значит. Примерно такой текст. Встаю в 6 часов утра, сажусь писать, пишу до стальки, выпиваю чашку кофе, после этого читаю газеты, ложусь спать, в 7 часов выхожу из дома. Ну, примерно так. Может быть, еще в Кисловодск съезжу. Это такой текст, это, ну, к юбиле революции, о том, как мы будем жить в будущем. Ну, это просто оплеуха. Понимаете? Это очень, вещь невероятная. Он играет в бильярд, прибегают, а уже начали лизать пятки большевикам. И говорят, сюда едет Анатолий Муначарский, надо освободить бильярд, он хочет сыграть партию. Грин продолжает сыграть. Я не уйду никуда. Ну, Муначарский приедет, ну, да ну ничего подождет. Во-первых, посмотрит хорошую партию. Во-вторых, ему это будет гораздо интереснее, чем смотреть, как вы ему пятки лежите. Приезжает в Муначарский и действительно ведет себя очень скромно. Я посмотрю, мне очень интересно, вот Грин здорово играет в бильярд, вот там и так далее. Понимаете? Он очень, это очень немногие люди, кто и плохо могли себе позволить вот это. Он делал это такое ощущение, что легко. И если он страдал, он страдал по другим причинам. И вот судебный процесс. Понимаете? Но в случае, если он проиграет, у них вообще нет денег. Вообще нет денег. А пишут все. И он встает утром с абсолютным намерением прийти трезвым. Надо всего дойти до суда. Понимаете? Но он не мог дойти до суда. Вот в чем дело. Он не пропустил ни одно рюмочное. И когда он выступал на суде, он просто понял, что он не может открыть рот. Вот. И не сказать ничего членораздельного. Судьи были в панике, в ужасе. Вот. Они такое редко видели. Что человек, вот чья судьба сейчас решается, во всяком случае, в очень большой степени. вот он стоял тут, понимаете, все с ним. И вот все это вместе. Да? Вот весь этот кошмар, потому что, ну, страшно себя представить, да, на месте этого человека. Потому что тебя сопровождали друзья, потому что, ну, ты из пункта А в пункт Б не дойдешь. Ты попадешь куда-нибудь. И с другой стороны, тот же самый человек, вот, обладал этой какой-то совершенно поразительной, вот этой способностью видеть мир вот так, как он его видел. И вот, знаете, я и говорю, вот невозможно вообще понять, где кончается вот это пьянство Брина, да, и особенности его характера, где начинается нечто иное. Потому что он так жил. В нем были эти доктор Джекил и мистер Хайт, как у Стивенсона, да? Они существовали. Более того, жизнь спародировала эту ситуацию. В Одессе жил венеролог по фамилии Грин. Неплохо, да? Это венеролог писал пьесы, их ставили в Одессе. Ну, венеролог, понятно, писал пьесы на близкие ему темы. Самый шумный его успех это была пьеса «Проститутка». Ну, человек писал то, в чем он разбирается. Понимаете? Но подходили-то к Грину, мы видели вашу пьесу. И он в ужасе объяснял, что это вообще не его пьеса, что он написал письмо этому венерологу и сказал, что, ну, послушайте, оставьте меня в покое. Грин – это моя фамилия. Что было неправда, я фамилия, Гриневский. И венеролог ему ответствовал, что вы не оставьтесь в покое, потому что вы Гриневский, а моя фамилия Грин. Понимаете? Вот это второй Грин, да, который, значит, венеролог пишет пьесу о проститутках, и он, да, является неким зеркалом вот этого реального Грина, да, такой, некий мистер Хайт, да, вот это вот злое, темное начало, пробуждающееся по ночам, как там у Стивенсена. И в нем все это было, в нем все это существовало, но он, понимаете, как ненавидел самолет, ненавидел самолет, ненавидел автомобиль. Одну из своих лучших вещей написал из ненависти к автомобилю. Она называется серый автомобиль. Многие, наверное, видели фильм «Спаси на формате». Эта экранизация на велосерый автомобиль, проставленный когда-то в 90-е годы Олегом Тепцовым. Музыка Курехина, знаменитая, если бы она сейчас зазвучала, все ее узнали. Одно из лучших произведений Грима. И, понимаете, поехал на авиационный салон, посмотрел на эти самолеты, вернулся, в случае с серым лицом страшным, невероятно расстроенным. Он никак не мог понять, чего не радовался. вот все остальные, там и приехала толпа, ничего радовался. Вот какая-то неуклюжая машина с грохотом замывает у нее банк, это же уродство. Он так воспринимал мир. Это же уродство, это какой-то кошмар. Летой человек должен, а не машина. есть эпизод, представьте себе, где Грин стоит и пробует залететь. Он стоит на цепь, и что-то начинает вот этого. И сидит рядом приятелей, очень красиво, говорит он. И Грин очень серьезно ему отвечает, пока не получается. пока не получается, но я стараюсь. Понимаете, это мне напоминает историю с другим гением русской культуры, художником Филоновым, который Хармсу объяснял, что картина должна сама висеть. Вот ее стенки вот так вот раз, и она должна висеть. И тоже пресс той же интонации говорил, что пока не получается, пока не висит сама, ни гвоздик никакого не надо, ни петелки, ничего. Сама. Сама. И вы знаете, я не готов сейчас сказать, сколько вот я думаю, Филонов был абсолютно убежден, что должна так висеть. Насчет того, собирался Грин научиться летать, мне неизвестно, но он эту банальнейшую метафору, ему было хорошо известно, что банальная метафора, он превратит в какое-то нечто особенное, есть роман «Блистающий мир». Гонорар с этого романа великолепно пропел, великолепно, мы этим хорошо заплатили, тогда еще платили хорошо его, а устроил какой праздник, в голодном Петербурге, Петрограде, прошу заказал вино дорогое, мясо появилось, которого там люди не видели никогда, весь бонорар просадил мгновенно, и вот в «Блистающем мире» есть эпизод, там тот герой, который, он поднимается в цирке в небо, но главное не он, не то, что он летает, главное то, как на это реагируют все остальные, потому что все остальные в ужасе, нет ни одного счастливого лица, никто не радуется, а не в ужасе кто-то опроверг закона всемирного тяготия, это как же теперь, да что вы все позволяете, да что это за кошмар какой, вот это, он это ненавидел всю жизнь, и вятку за это ненавидел свою родную, почему, потому что вятке надо быть как все, вятке надо жить как другим, а он хотел какую-то другую жизнь, да, необыкновенную, с одной стороны необыкновенную, а с другой стороны, понимаете, какое-то вот у него постоянно мелькает вот это ощущение, что вот я иду куда-то, я живу, а где же она, эта настоящая счастливая жизнь, она ему не давалась настоящей счастливой жизни, никак, как вы понимаете, он ее очень хотел, но она ему не давалась, хотя он неоднократно получал какие-то козырные карты, и вообще надо сказать, что с ней писательство, и не какие-то во всяком случае, с первой и третьей женой ему повезло, третий просто ангел, со второй он расстался через полгода, это очень смешно, это великолепный материал для такой навела его духи может быть Ильфа Петрова, может быть Зодченко, она закрывала от него буфет, в буфете скорее всего была выпивка или еда, Грин не смог пережить это, закрыт его буфет и развелся, и развелся со второй женой, то есть ему, ему везло, это было, но главное, да, вот это, если пытаться кредо-то было очень простое, удивительная сама сущность жизни, но вот к несчастью вокруг люди, которые не просто не видят этого удивительного, а они если его увидят, они его возненавидят, они его возненавидят, и отсюда вот понятно это несколько броское, да, превращенное в позу постоянное противостояние, иногда конечно это противостояние такое всем и вся, вот, абсолютно, потому что вот они хотят летать на самолетах, они хотят автомобильчик, как говорила Лили Брек, елки-палки, но для Грина очевидно, что механическое в технике есть повторение механического в человеке, и именно механическое в человеке любит механическое в технике, но механическое в человеке не умеет удивляться, оно не умеет поражаться миру, а отсюда все кошмары связаны с серым автомобилем, у них с женой было предостережение друг к другу, берегись автомобилей, не автомобилей, как у Рязанова, а автомобилей, когда кто-то куда-то уезжал, а у них был пакт заключен, совсем пакт прекрасный, абсолютно, ну потому что, ну я, честно говоря, не понимаю, откуда берутся такие женщины, ну честно скажу, ее когда спрашивали, как вы вообще с ним живете, она говорит, ну а как я с ним живу, я его брошу, он же погиб в Канаеве, абсолютно так, он бы погиб в Канаеве, и у них был пакт, она мудрая до невозможности, он когда в Питере уже допивался до, ну, абсолютного безумия, она придумала такую историю, она говорит, что-то мне плохо себя чувствую, пойдем к врачу, они пришли к врачу, она подговорила у врача, и врач сказал, вы знаете, у нее с сердцем плохо, надо уезжать с вами, только морской сухой клинк, так они оказались в Феодосии, потому что она знала, что ради нее он бросит все это, а значит, что и бросит друзей, вот именно, там та же проблема, что в Есенин, понимаете, ну человек же не всегда пьет один, правда, вот, и она его увезла, она его увезла, но раз в два месяца у Грина наступала вот эта вот тяга по алкоголю, немыслим, он становился раздражительным, он все время курил, он уже не мог писать, и она понимала, что надо сделать хитрый ход, она уговаривала свою маму, его тещу, где такие тещи бывают, я просто вам сейчас рассказываю, это история о чудесах, у нас же лекция о Грине, вот, он говорил тещу, и теща ему тайком, как будто бы с ним там, вот, приносил бутылочку, весь день Грин ходил счастлив, но бутылочку выпить надо было ночью, тайком, потому что жена, как будто бы ничего не знала, а жена это все и организовала, и он ходил, все понимали, что ему принесли бутылочку, она лежит, он ходил по дому счастливый, сиял, вот, необыкновенно, был добр, вот, хотел вписать, радовать людей, ночью бутылочку выпивал, утром теща приходила, на цепочку говорит, только тихо, только тихо, это все предусмотрено, потому что Грин был громкий пьяниц, вот, есть тихие пьяницы, есть громкие, он мог скандалить, он мог драться, вот, он мог устроить все, что угодно, но жена, тихо, тихо, и она давала ему похмелиться, и все, он ходил, работал всю ночь, что-то, вот, понимаете, ага, и у них был пакт, в Феодосии он не пьет, но когда он едет за червонцами, ну, что же, может быть, она понимала, что, ну, бессмысленно приезжать, бессмысленно, он все равно напьется, он уже в дороге напьется, но другое дело, что, вот, он уезжал, и обещал приехать такого числа, но, что-то, как-то не приезжал, ну, начиналась вот вся эта история, начиналась вся эта история, и с червонцами-то все было сложно, потому что он, как сказать, он цены деньгам не знал и не хотел знать, вот он просто не, вот это была часть его бунта, а, он не хотел знать, то есть он мог прийти к любой из своих жен, к любой из гонораров, принести цветы и конфеты, уйти на секунду, вернуться через неделю, без денег, вот, или не вернуться, его надо было откуда-нибудь извлекать, или искать, понимаете, но он добывал червонца потрясающе, то есть он приходил и требовал гонорара, если им гонорар не давали, он снимал шинель у себя, стелил ее и укладывался спать, ну, вот прямо здесь, пока деньги не дадут, деньги давали, но было нечто загадочное, то, чего я понять не могу, СССР платили, значит, платили, СССР платили деньги, а что-то там, по-моему, 35 рублей, вот платили за месяц, он пропивал за день, за два, он снова приходил к ним, они им опять платили, патрибуционеры, понимаете, спортивные дисциплины, они им очень темно оказались, Паустовский описывает эпизод, который вообще вызывает даже во мне зависть, я бы сказал, зависть, приходит Грин в редакцию, вот, сидят писатели, эти Паустовских перечисляют все известное, он приходит и говорит, ну, он очень грустный, подавленный, он говорит, ребят, дайте денег, я умру, вот он говорит, говорят на параде, запах греческих кофейн, Феодосия, и стук бильярдных шаров, вернет меня в жизнь, все прекрасно все понимают, они знают такой грех, но они так смотрят друг на друга, и, в общем, открывают кассу, дают ему денег, я представляю, вот я так прихожу, вот, в Самаре, я прихожу и говорю, ребят, я не могу уже за Самару, ну, не надо хотя бы смесь картин, запах греческих, турецких, французских, любых других кофейн, вернет меня в жизнь, шелест карт, стук бильярдных шаров, вот, значит, этот вот трепет женских ножек, вернет меня в жизнь, дайте денег, и они все посмотрели друг на друга, слушай, ну, что ты, что ты, ну, где ты, все, и я уезжаю в греческие кофейни под трепет женских ножек, и так далее, ошеломительно, это если при этом про меня еще была слава, что я самый знаменитый алкоголик в этом городе, и, конечно, если мне сдать, я никогда не верну. они давали, они ничего, и сам по-устовски как-то в мемуарах, сам об этом с удивлением пишет, ну, а что дал-то, что за, как ты не смог, ну, грин же, да, грин, понимаете, а при всем при этом, при всем при том, что он был в чем-то крайне опасным человеком, он же, как актер, репетировал свои навелы, понимаете, Слонимского, известного писателя, переводчика, он душил, ночью, он подошел, начал его душить, тот проснулся, спросил, Саша, ты что, ну, как мог, он прохрипел, а он пишет навелу сейчас, там, герой душит, вот, другого, он должен попробовать на нем, вот, на нем, понимаете, сыграть, вот, другой есть эпизод, когда он с топором приходит к кому-то, говорит, я сейчас убью, это тоже он пишет навелу, он сейчас работает, и он должен проиграть эту навелу, да, он должен ее нащупать, и он ее должен нащупать актерски, по каким-то образом, понимаете, то есть, вот, при этом, при всем, при этом, при всем, то есть, я не знаю, хотите ли вы иметь Александра Грина среди своих друзей, а еще, чтобы он к вам иногда пожить пришел, вот, на недельку, не уверен, они его обожают, понимаете, многим, вот, Юрий Карлович Олеш, оставил тоже о нем мемуар, сам писатель, первостепенный, новый же, стилист, невероятный, и он, значит, в этом мемуаре, он пересказывает какие-то сюжеты, навел, Грина, и он там рассказывал, вот там, поскорили два человека, что один из них обойдет пешком вокруг света, один из них обойдет пешком вокруг света, один из них приходит к другому, а тут банкир, говорит, обошел, давай, поскорили на деньги, банкир ему не верит, он разворачивается, и идет к двери, и банкир, когда видит его спину, понимает, он две вещи понимает, что все правда, что он обошел вокруг света, а во-вторых, что он сейчас пойдет второй раз, абсолютно гриновское, он сейчас второй раз пойдет вокруг света, и, значит, Олеша попросил, какой писатель, вот какой писатель, блин, понимаете, там вот этот, вот какой, двойник, вот какой писатель, блин, рассказывал про мальчика, которого там, вот, то держали слепым, то ли он на свете, вот, наконец, сняли повязку, показали солнце, показали этот мир, и в ужасе ждали заката, потому что солнце исчезнет, наступит тьма, а он в этой тьме прожил всю жизнь, и, когда солнце садится, и наступает тьма, мальчик, обращаясь к ним ко всем, говорит, не бойтесь, оно вернется, вот какой писатель, грин, Олеша, вот он пересказывает, и в этом, в том, как это построено, вот это видно, какой ему кайф просто пересказывать эти сюжеты, пересказывать, да, как бы сказать, держать на языке эти, вот какой, вот, понимаете, какой писатель. И ведь, действительно, да ведь, даже сауны парусами, но она сама по себе история гигантская, абсолютно, да, гигантская, потому что гринджи в доме искусств, в том, самом знаменитом доме искусств, где жили поэты, прозаики, литераторы и так далее, художники, и там, неподалеку, понимаете, мне очень нравится, это вот, деталь времени, да, банк, банк, более 100 комнат, он пустой, там ничего нет, пустые комнаты, знаете, как гостиный двор, когда там в ту пору, да, когда наступала весна, грубо говоря, гостиный двор, там, трава росла, трава росла, у них заброшенное пространство и растет трава, и бегали туда обдирать штукатурку, чтобы топить, потому что холодно, холодно, никто не топит, дров нет, и брали все, что могли, вот обдирали штукатурку, отламывали какие-то доски, а деньги валялись, ну, разумеется, те, что уже не в ходу, вот, и все это в топку, чтобы как-то обогреться, и там ничего нет, еды нет, вот, в Петрограде орудуют банды, которые убивают людей, расчленяют их, и продают мясо, продают мясо, и вот среди этого реального и метафорического людоедства он пишет, а вы и просто, вот он там живет, в этом холоде, вот ободрав эту штукатурку, в городе, где орудуют вот такие вот бандиты, где продают человеческое мясо, под видом нечеловеческого, конечно, где его покупают, вот, где его едят, и пишут, а вы и просто, понимаете, вот что-то, конечно, вот это все вместе создает вокруг него эту удивительную, какую-то, потрясающую, совершенно, ауру, потрясающую ауру, он очень хотел, у него было это чувство с какого-то детства, да, вот пробиться к этой немеханической части человека, и надо сказать, что он любил Эдгара По, и он в некотором смысле вот такой русский, да, ну и советский эквивалент, Эдгара По или Амбраза Бирса, то есть это как раз нечто, чего русской литературе очень хватало, а главное, понимаете, вот кругом война, убивают людей, вешивают, расстреливают, а в его произведениях действуют люди с какими-то иностранными фамилиями, их зовут Гнор, Ассоль, там осуществляются какие-то фантастические сюжеты, он знает эту территорию, да, эту Бренландию, которую он придумал, как свои пять пальцев, да, был эпизод, когда ему говорят, а вы там ориентируйтесь в своих этих, вот у вас вещи там герой куда-то они идут, я знаю город другой, он говорит, хотите, я вам сейчас опишу, как пройти из Лиса, вот, куда-то, да, хотим, а вы только, я забуду, а вы через полгода мне напомните и проверите, ну, и дальше Грин рассказывает, да, как пройти из Лиса куда-то, рисует словами всю топографию, весь этот путь, и через полгода человек приходит, запоминает, ну, мы же любим проверять вдруг, это же любимое же дело, вот, он начинает проверять Грина, и тут он рассказывает то же самое, то есть он его видел, он знал, он его создал, и более того, он однажды, когда им сказали, вам нехорошо, он говорит, сказал, Александру Грину всегда хорошо, Александр Грин знает, где ему быть, чтобы ему было хорошо, тут он в некотором смысле погружал себя в эту вымышенную страну, где было много бедствий, где герои часто погибают, где дороги ведут в никуда, где летающие люди погибают, но этот мир удовлетворял вот это его страсть к удивительному, понимаете, к удивительному, потому что это была его главная партия, он ее вел одиноко, как многие из них, своими средствами, на своей территории, но его невероятно удручала вот эта заземленность людей, которые его окружают. Дикий мир скуки, дикий, невероятный, понимаете, и вот это то, что он понял про революционеров, и это вот то, почему он так рано освободился от всего, с очень, ну да, этой болезнью ведь заболели гении, гений, Блок был болен этой болезнью, Маяковского она сожрала полностью, да, Есенин в какой-то момент был болен этой болезнью, ну, частично, вот, огромное количество писателей, тот же Олеша Бабель, Прустовский, они ведь, понимаете, там, Волошин читал свои стихи в Одессе, а вот группу молодых одесситов, замечательных писателей, среди которых были и Олеша, и Бабель, и Багрицкий, и так далее, орали на Волошина, говорили, что это не литература, что это все надо уничтожить, истребить, и эти просто родились с этим, они с этим геном чумы просто уже родились, несмотря на то, что это были выдающиеся, очень большие, а может быть, и великие писатели. Грин умудрился как-то переболеть, это задолго до революции в своих этих эсэрских хождениях. Ну, во-первых, денег с них много взял, может быть, они меньше бомб смогли сделать. Это тоже, так сказать, важное дело, понимаете, финансово обесточить противника. Ну, тогда это были друзья, правда. Но он, вот я даже, вот, где тут даже я выписал вот этот фрагмент из одной из его навел, вот персонаж в одной из его навел говорит, да ведь все это от скуки жизни. Скучно. И вот это скуки жизни определило мою любовь к взрывчатым веществам. Вот один из революционеров. Понимаете? То есть, Грин их увидел совершенно иначе, да, не как преобразователи жизни, не как людей, которые строят какое-то новое будущее, но видел людей, которым смертельно скучно. Им дико скучно. С одной стороны. А с другой стороны, вот тоже извиняно, человечество не люблю, люблю справедливость. Да? В контексте Грина это звучит примерно так. Но, да, не сам принцип справедливости. Хочу справедливости по отношению к себе. Ну, то есть, хочу справедливости на моих условиях. Я хочу моей справедливости. А моя справедливость, например, в том, чтобы, ну, скажем, разделаться со всеми, кто мне не нравится, кто меня обидит, как я считаю. Да? Кто, там, мне неприятен, кто противен. Что? Он что-то в них вот такое вот разглядел. Я бы даже сказал, что он увидел в них мелочные мотивы. А поскольку, поскольку он не случайно, его все видели, большим, да, он человеком мелочным ну никак не был. Ну, никак. Он был каким угодно, но мелочным он не был ни секунды. Вот. Он, знаете, в нем возникла какое-то такое равнодушие со смесью какого-то презрения. Мелочные люди. И вот это в нем тоже поражает. Потому что, смотрите, с одной стороны, что говорили о грине? Фантазер, мечтать, ассоль, грей, бегущие по волнам, алые паруса и так далее, и так далее. Этот фантазер был трезвым в том смысле, который пил там уже еще все время, но он был совершенно трезвым в оценке того мира, в котором он жив, в оценке людей, которых он вызвал. Не боялся ни секунды. Все время вел себя в общем по-своему. По-своему это значит вызывающее. И самой своей судьбой какой-то, понимаете, он вот я примитивно к грину часто вспоминаю, был такой философ, писатель, кстати говоря, во многом возвращенный русскими, вернее, русскими. Я имею в виду Жоржа Батая, который в детстве проходил такую учебу, если можно так выразиться, у Льва Шестова. Ну, учеба была такая, не ходил в школу Шестова, не было такой школы, он все время просто ходил рядом, когда он был немного задвадцать. Это один из самых знаменитых людей двадцатого века. Этот человек ставил эксперименты метафизические над собой, он написал много книг художественных и нехудожественных, ряд из них имеет невероятно скандальную известность, и у которого был вот этот вот, да, концепт, концепт. Ну, я попробую его, естественно, его обедняя в двух словах пересказать. Он какую-то вот свою философскую выучку, она у него была, она у него как-то накладывалась на мифологизм вот это собственное мышление. Он говорил, что человек никак не может отдать долг Солнцу, а подсознательно чувствует, что должен. Солнце избыточное. Солнце порождает жизнь, порождает свет жизни, порождает светение, порождает все, среди, чем мы живем. И этот избыток требует от человека какого-то ответного дара. А что у человека есть? Жизнь. И человек пытается все сделать для того, чтобы этот долг Солнцу заплатить. На всех уровнях. Ну, то есть, он придумывает автомобили, самолет, он занимается индустриализацией, поэты разрушают свою жизнь, лежат в каналах, люди изнемогают в любовных ласках. Она очень эротична, это его концепция, помимо всего и прочего. Потому что в человеке живет сильнейший инстинкт траты. Траты надо потратить. Мы как будто вместе с Солнцем реализуем этот избыток. И эта трата может в перспективе развития цивилизации иметь абсолютно апокалиптический характер. То есть, можно сказать, что мы сейчас все находимся, когда мы говорим об экологии, о том, что мы истребляем мир, в котором живем, мы можем это увидеть как некую гигантскую трату, гигантское жертвоприношение, которое человечество, само того не осознавая, осуществляет навстречу Солнцу. Если можно так сказать. У Хайдегера, если сейчас не перевру, у него есть другая догадка, тоже потрясающая совершенно. Кто главный враг сущего? есть существует человек, человек, здесь не у себя дома, дома себя так не ведут, он все разрушает, все использует, но почему он так действует? Он так действует для того, чтобы, разрушая сущего, оказаться в бытии. то есть понимаете логику? Мы для того, чтобы встретиться с абсолютом, с бытием, уничтожаем стены сущего, думая, что мы их укрепляем. строим дома, изобретаем транспорт, изобретаем гаджеты, но на самом деле мы истребляем это сущий, потому что мы его обескровливали, это сущий. Ну вот я недавно просто на экране сидел в кафе и увидел, значит, американские ученые посчитали, что если мы откажемся от употребления мяса, то мы сэкономим, короче, что-то мы в атмосфере сэкономим такой вот ущерб, какой наносит 100 миллионов автомобилей или 200 миллионов. Что-то вот такое. Да? Ну, сама такая постановка вопроса и работа серого вещества американских ученых в этом направлении и говорит о том, что нас готовят к изменить всячески, потому что это экологично не есть мясо. Нам все время эта идея как в последнее время курсирует. А почему это экологично? Ну, потому что сущие съеживаются, скоро его не останется. Вот в детстве я же не покупал воду, а сейчас покупаю сколько лет и привык уже. Она же дрожать будет. Представляете, там лет через 100 купить бутылочку воды. Это же что-то будет. Не той, которая будет очищена из канализационных отходов, там, из почв, а вот воды из источника. Я себе даже представить не могу сказать, сколько это. Наверное, только несколько человек на земле смогут себе это позволить. Сущие съеживаются, но по мере того, как мы же его съеживаем, мы как бы себя выталкиваем в бытие. Выталкиваем, чтобы там стоить. У Батая примерно, примерно, движение в том же направлении. И вот судьба Грина, его история. И вот это, понимаете, это то, что хочется, войдя в роль хорошего человека, да, сказать, а можно было что-то, может, вылечить его, может быть, как-то сделать, чтобы не надо было с ним ходить, а он бы не исчез. И если бы надо было дойти до суда, он бы дошел. И если бы надо было дойти до жены, он добрался бы. И если бы надо было, то было бы. Вопрос бессмысленный. Это действительно вопрос некого воображаемого хорошего человека. Потому что вот в этой логике, в которой он существует, знает он эту логику, не знает, с этими пирами, которые он закатывает, с этими гонорарами, которые он выбрасывает, да, а эта логика как раз безумной траты. Безумной, понимаете, после месячного запоя сесть и написать гениальную повесть у Красолового, например. Понимаете, это совсем другое дело, нежели после фитнеса, здорового питания прийти, написать гениальную повесть. Понимаете, это же некое самоуничтожение. Он же перед смертью скажет, там, Нина, мне 52 года, и я смертельно устал. Понимаете, он смертельно устал, потому что он все это потратил, да, мы бы сказали, развеял полетру. Ну, разве не так себя ведет вишня, вишневое дерево, разве не так себя ведет вообще все в жизни, кроме человека? И это глубочайшая мысль Грина, которая говорила о том, что две правды есть. правды жизни и правды человека. Это потрясающе сказано, над этим можно медитировать не один день. Понимаете, что есть правды жизни, что есть правды человека, но они действительно разные. Они разные. И часто правды человека наносят ущерб жизни, а правды жизни, да, истребляет человека, как такового. Ну, часть жизни или не часть? Мы вот э, вот глупый вопрос, но глупый вопрос великого человечества составлялся дрогаться. Мы часть или не часть, в какой стране тогда часть? В какой? И конечно, когда в древних культурах рассматривали душу человеческую как некую матрешку из души, ну, это образ, не надо себе представлять, что это матрешка, растительная душа, животная душа, человеческая душа, и там может быть еще и божественная душа. Понимаете, ну, это же интереснее, Гринбол интереснее с четырьмя душами, вот, или, так сказать, с четырьмя в одном, чем просто какая-то душа, потому что у каждой из них есть свое поле, свой способ видеть мир, своя правда, своя правда, да, если не сказать своей истиной. другое дело, что все раздроблено, ведь эти две правды, о которых говорит Грин, они существуют в двух Гринах, как нам известно, как это определил первая его жена, в писателе, который абсолютно владеет этим миром Гренландии, и в человеке, который не владеет даже простым планом дойти, например, от улицы Самарской до Доволжского проспекта. Грин мог и не дойти, но если бы дошел, я уверяю вас, те, кто его знали, воспримет быть как чудо, и удивились бы этому миру, где такие люди, как Грин, могут дойти до Доволжского проспекта, понимаете? Ну, конечно, одна часть биографии Грина меня всегда как-то сокрушала, но она мне напоминает некоторые обстоятельства и мои собственные жизни бывали такие. Я не знаю, почему так. Я никогда не знал, мне безумно жалко, что это так. Его жена, Нина, третья, денег не было. Вообще, они ели, был период, только старую картошку. В Крыму вообще-то. Из Феодосии пришлось переехать в Старый Крым. И она заняла деньги и купила почему Грина появилось гнездо домашнее. У него покупал квартиру в Питере, но ничего не получилось. Вреден Север был не только для Александра Сергеевича Пушкина, но для Александра Грина, другого Александра тоже. Потому что Питер это, да, он сначала держал курс на Север, но потом этот Север стал добивать, потому что это было место, где он просто погибал. А возвращение в Феодосию было возвращением к какому-то источнику жизни. И понимаете, как появился дом, появилась возможность жить, быть счастливым, но только его уже выносить на воздух. Он уже двигаться не мог, у него был рак желудка. И вот это непонятно почему так. Ну, то есть, почему часто все приходит тогда, когда уже этим некому воспользоваться. Вот мечтал человек о доме, вот, пожалуйста, тебе дом. Но только уже ходить не может. Неизвестно. Но он, понимаете, вот этот человек, этот буян, да, убежавший отовсюду, из всех тюрем, психиатрических больниц, гимназий, вот, от большевиков свою Гренландию, человек, который вообще их ни в грош не ставил, к юбилею революции, написавшую такой один день, который он пересказал, не дал поиграть на бильярде Луначарском, да кто бы, Маяковский не дал бы на бильярде Луначарском поиграть, не верю, а вот Грин, да, этот человек принял смерть настолько смиренно, это поразило всех абсолютно, с какой-то кротостью смирения, он сказал своей жене, сейчас я вам процитирую, я это выписал, достойно того, чтобы быть процитированным и неоднократно, вот, здесь, конечно, найдут, вот, Нина, мне 52 года и сил никаких, я знаю, что ты знаешь, заводчику надо расплачивать, и надо расплачиваться всем, всем, вообще-то, всем, всем собой, но, это здорово, это, конечно, очень, ну, как у нас говорят, по-мужски, но это дело же не по-мужски, это как-то очень всечеловеческие, я бы сказал, то есть, он принял эту плату, он принял эту плату, а дальше случилась потрясающая история, вот, Нина Николаевна, чудесная женщина, она похоронила Грина, она продолжала жить в Крыму, во время войны она работала в каком-то учреждении она работала, мне кажется, я чувствую это самое, вот, в типографии она работала, вот, в типографии всего-то на все, война закончилась, прошел слух, что все, кто садовничал с немцами, будут расстреливать, а она спасла 13 человек, спрятала, спасла во время войны, она как была женщина, спасла от смерти, но вот ее должны расстрелять, и дальше ее угнали в Германию, она попадает в зону оккупационную союзников, невероятное количество разного рода злоключения, она возвращается в Советский Союз, приходит в НКВД и говорит, я работала в ципографии, я знаю, что я должна за это заплатить, я готова, ей дают 10 лет лагерей и 5 лет поселения, и вот эта женщина 10 лет лагерей и 5 лет поселения, но, как вы понимаете, в 52-м году великий вожественный учитель умирает, людей начинает выпускать, я тут очень не знаю, сколько она отсидела, я прошу прощения, но там, понимаете, вот она возвращается, ее плюют на улицах, ее называют фашисткой, понимаете, и когда она умирает, вот эти самые люди, которых не очень любил Александр Гри, вернее, та часть, которую он не любил, этих людей, она запрещает хранить Нину вместе с Александром, А до этого была еще потрясающая борьба, когда она вызвала эту ненависть, она стала бороться за музей Грина в Старом Крыму, его комсомольцы уже прибрали, вот, разумеется, я напоминаю, что в ту пору Грин не был в семье, ну, как был, да, известен всей стране, это все наступило в 60-е годы, он, скорее, был очень подозрительной личностью, его не печатали, и вообще человек, который писал какие-то фантазии в ту пору, когда все строили социализм, да кто он такой вообще, какой-то музей, что это за писатель? И ее похоронили, когда она умерла, на другом кладбище, и пришла вторая часть людей, те, кого Грин любил, они вырыли труп, принесли на то кладбище, где лежит Александр Грин, и похоронили ее в этой же могиле. Вот так вот за камнями забросали, сделали что-то вроде ниши, чтобы никто не заметил. И вот таким образом они соединили этих двух людей. Вот такая история. Мне кажется, впечатляет. Вполне себе могла бы в какой-нибудь мрачном новеле Грин случиться. Но надо сказать, что есть еще один анекдот. Но это уж по отношению может быть к нему и Нин Николаевне. До сих пор обсуждают Грин придумал или не Грин фразу, что они жили счастливо и умрали в один день. Но как вы понимаете, если вы сказки читали, эта фраза не принадлежит Александр Друг. Она принадлежит так, заканчивается один из его рассказов. Но не он, конечно, ее изобрел. Но само то, что люди спорят об этом, понимаете, что вокруг этого какая-то микологическая надстройка образуется. А она сама по себе очень знаменательна. Что это случилось как раз по отношению к нему? Изгою отщепенцу, проклятому поэту, алкоголику, человеку, который не соответствует никаким нормам и только некоторым нравственным принципам. Вот такой уникальный человек был Александр Грин. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. Спасибо. Скажите, стихотворение на первом написании с ученой с вами уже всегда вы думаете где-то сохранилось? Да, конечно. Оно сохранилось, только я не знаю где. Оно даже у меня где-то есть, только я не знаю где. Я даже его пробовал найти, только не нашел. А название называется «Стураймуси». Да. Да, оно известно, оно есть, оно есть воспоминания кого-то из современников, он бережно переписал это стихотворение. Я его даже читал когда-то в почтеннейшей публике, потому что всегда приятно прочесть такое стихотворение, написанное юношей, попытаться разглядеть там литературный талант. Поэтому я думаю, что вы его найдете это стихотворение и насладитесь ранней поэзией Александра Гринова. Да, пожалуйста. Вот, в файфе, они там указывают место, говорят, вот здесь вот он жил, и вот здесь кто-то написал какие-то, такие там личные, это рассказы. В файфе? Я ничего про это не знаю. Я не знаю, но я должен же вас это, понимаете, я не человек, который специализируется на Александре Грине, я досконально совершенно не знаю его биографию, я же просто человек, который рассказывает вам про то, что он любит, про людей, которых он любит. Я никогда не слышал, чтобы Грин был в хайфе, и чтобы он оттуда позаимствовал название для своих книг, но сам миф этот, если это миф, или правда, если это правда, это изумительно. Сегодня с гордостью они рассказывают. Смотрите, с гордостью. Да, что ты не видел какое-то время. В хайфе? Да. Ну, это надо, конечно, у кого-то спросить. Подождите тихонечку. Еще есть вопросы у вас? Ну, я бы рискнула задать. Рискните, да. Надо рисковать. Вот, серый автомобиль и господин ухармитель. У меня эти вещи занимают очень сильно, но я их не нужна. Как вы знаете, я вам расскажу историю. Эта история тоже чудесная. Она тоже из мира Александра Гримма. совсем сравнительно недавно женщина, которая, ну, я не знаю, жива она или нет, она уже в возрасте, она вспомнила историю создания рассказа серой автомобиля. А она стояла перед витриной. Там был манекен. вот. Как вы помните, в сером автомобиле главный герой вот, считает, что женщина, которую он любит, это в прошлом манекен. Вот. Ну, то есть, оживший манекен. И, в общем, вся эта, да, вся эта любовная коллизия достаточно жуткая, да, а она отсюда идет. И она стояла, смотрела на манекен, там было пальто, ей это пальто нравилось. Подошел человек с усами, с каторжным лицом, вот, в котелке. Вот. И я искал, нравится? А она говорит, да, очень. А что тебе нравится? А она говорит, пальто. И он ей сказал, тебе нравится не пальто, ты хотел быть манекеном, который бы смотрел на этот мир, да, вот так вот небрежно. Ты хочешь быть красивой вещи, сказал ей, потому что почти все хотят быть красивой вещи. Потом он пошел, денег у него на пальто не было, и в соответствии со всем рассказанным дуэтом купил ей шарф на последний день. И дал ей этот шарф. И она в 60-е годы, когда стали публиковать Грина, читает серый автомобиль. И она понимает, что это рассказ, написанный после того, как он с ней поговорил, сказал, что ты хочешь быть этой красивой вещью. И она читала и плакала, и рыдала. Понимаете, это вот это, это его тема, внутренняя. Понимаете, желание быть красивой вещью порождает у Грина очень часто, много сказать, вот как сон разума. Это чудовище. Это чудовище материализуется, оживает и начинает преследовать своего персонажа. Понимаете, его очень, и в этом он, мне кажется, тоже уникален в нашей литературе. Его очень и тревожило, и занимало, и он это очень чувствовал, он чувствовал цивилизацию как попытку превращения людей в красивые вещи. То есть люди и вещи делают такой какой-то гигантский шаг по направлению друг к другу, что в какой-то момент почти сливаются, становятся чем-то одним. И в качестве тени отбрасывают некое чудовище, некого демона. И вот это является сюжетом многих вот таких вот навел гримов, как серый автомобиль. Поэтому я уж не думаю, там не все так страшно, поразительно. Он это видел, он это в девочке увидел, понимаете, смотрите, как это здорово, он там употребил слово небрежно, манекен может небрежно смотреть на мир. Понимаете, я стою в витрине, и так я улыбаюсь все время, смотря на мир небрежно. Человеку трудно, понимаете, человеку трудно, человек смотрит то снизу, то сверху, то с жалостью, то с гневом, он все время меняет то, что он не фиксирован. Фиксирован бы по отношению к миру может быть только красивые вещи. И поэтому, понимаете, Грин прочитывает в подсознании и сознании своих современников вот это желание быть красивой вещью. И это желание быть красивой вещью порождает чудовище. Что в сером автомобиле происходит? Как они с женой говорят, берегись автомобилей. Поэтому мне часто когда я говорю что-то такое про каких-то писателей, которые не так относились к технике дружелюбно, как мы с вами, говорю, мне, конечно, все начинают возражать, потому что искать защитников нашей цивилизации не нужно. У них 95% жителей Земли. Ну, просто потому, что человек априори защищает... Вот я здесь живу, а это... это улучшить миров. Да? Это улучшить. Все, что здесь придумано, оно придумано вот вместе со мной, а значит и мной в том числе. И мне начинают объяснять, и то, что мне объяснять не надо, что у машины есть характер, что у холодильника есть характер, что с ним если так разговаривать, он и это поисклеет, это чистый грим. Это чистый грим. Но просто он считал, что вот это пробуждение души в автомобиле, например, да, или в мотоцикле, или в любом другом, оно происходит через механическую часть самого человека. Это вообще глубокая ведь тема. Ведь Георгий Иванович Гурджиев тоже почему-то человека машинной все время называл, вот, которая, правда, собрана плохо добавлял. это, я бы сказал, очень важна тема автомобильстроения в изучении внутреннего мира человека современного. Вот, она блестящая, если вы не читали, я вам очень рекомендую. вообще... Не планируете показать господин оформитель? А? Не планируете в Викторию показать господин оформитель? Вы знаете, показать господин оформитель, да, не знаю, я, честно говоря, такой мысли не был, но его, конечно, всегда можно показать. Вопрос просто, ну, да, нужен какой-то, ну, какой-то не то, чтобы форма или предлог, вот, ну, что-то вот с чего бы мы начали показывать господину оформитель? Ну, ну, то есть нужно приурочить, может быть, годовщину чемпионата мира кубола, тем более, что карнавал это тоже часть оформительской деятельности, вот, может быть, так как-то. Почему вот именно господин оформитель, люди, отключаются сюжет фильма, и главные мысли оформитель, он конкурирует с Богом, с создателем, а в рассказе этого нет, и он поднимает кавилки в руку и говорит, вот, я бы его хотел создать. Куклу совершенно верно, там же фильм, он написан по сценарию, да, навел, 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 грину, да, какое-то стартовое условие для написания сценария и съемок этого фильма, а, конечно, вот, понимаете, вот сейчас с вами поговорить о господине оформитель, я могу только если я вот сейчас пересмотрю, потому что я его видел лет, сколько, 20 там, чем-то назад, и, конечно, его надо пересмотреть и налево перечитать, тогда у нас будет предметный разговор, а так по воспоминаниям очень сложно сказать что-то, да, что-то такое в точку, да, того повода, хотя, когда-то, конечно, эта картина мне нравилась, она была необычной для своего времени, да, там такие двойные крайне, как и говорили, сейчас страшно ее смотреть, там четвертый смысл появился, а Вилова нет живых, Курехин нет живых, понимаете, они тоже где-то вот там, вот в этой чудовищной механике, вот, где-то пропали, поэтому, ну, это не означает, что его не надо смотреть, я просто не знаю, понимаете, что некоторые фильмы становятся лучше с годами, это точно, как вино, понимаете, это очень странно, некоторые фильмы вырастают, они очень вырастают, я вот как человек, который много лет кино занимался, я это знаю, вот, а некоторые фильмы наоборот, вот, я не знаю, что стало с господином оформителем, вот его надо пересмотреть, потому что фильмы меняются с годами. Мне даже казалось, когда я Курехин на траторию слышал вот этот фильм, я была совершенно молодая, еще детская, когда он вышел на экран, взошла в случайный кино, и там группа молодежи, ну, развлекалась, и одна тетя там, летеша сказала, смотрите, это очень серьезный фильм, я, конечно, в первую очередь, вот, и музыка меня потрясла, я подумала, что для того, чтобы так написать в траторию, нужно побывать на том свете и почувствовать, что он уже человек совершенно беззащитно в духовном мире, она беззащитна, вот это вот. Вы знаете, просто вы не забывайте, я не помню, какой-то год, 87-й или 80-й, какой-то, это же, да, вот эта эпоха, когда, ну, стало понятно, что с коммунизмом закончилось, не только в 80-м году ее не удалось построить, вот, но и к 87-му, и даже вообще что-то приличное построить не удалось, вот, и, да, появились вот эти фильмы, которые сделаны уже в других условиях, да, а с другой свободой какой-то, и музыка это написано с какой-то другой свободой, так, целая серия таких фильмов была очень интересна, это вообще был очень интересный период, понимаете, потому что это с одной стороны был период, когда еще сохранилась советская система, в прокат, да, и люди могли это увидеть, потому что через несколько лет этого не будет, не будет кинотеатров, фильм можно будет смотреть только на кинофестивалях и чуть позже на видеокассетах, понимаете, вот, а тогда и в этой картине есть, наверное, постфактум еще прочитывается какая-то странная тревожность по отношению по отношению к будущему, если смотреть у него из 87-го года. а вот эта заставка пантомила из пустых лиц, вот они вот танцуют и вдруг падает и там пустота, это же такая любовь, это картина, под которой можно думать, размышлять, за ней жизнь, пустота вот эта стоит, я не понимаю, мне бы хотелось послушать, прочитать надо, пересмотри, а может быть мы возьмем и покажем художественную и обсудим тогда, и вот тогда и все узнаем, что там сейчас стало с господином подмитрием. Дорогие друзья, сгоняйся.